В Нефтекамске за прошлый год было возбуждено больше уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чем в 2012-м. О мониторинге ситуации по результатам прошлого года рассказал заместитель начальника местного отдела полиции Юрий Зимин. Всего 371 человек больной наркомании состоит на учёте правоохранителей. С каждым из них участковые полномоченные проводят профилактическую работу. Все сведения о таких лицах с момента постановки на профучёт сообщаются на голове диспансер города. Сверху по контингенту проводятся ежемесячно совместно с врачом-наркологом. В опросе профилактики наркомании и последствия утрепления в текущем году 31 раз размещались в средствах массовой информации. Анализ оперативной обстановки за прошлый год сделал и руководитель наркоконтроля Айрат Фарваев. По его словам, на летний период приходится пик активности наркодилеров. В это время сотрудниками управления изымаются в основном растительные наркотики. Большое опасение вызывает рост количества синтетических психотровных веществ в обороте. Наркотики в наш город поступают из Ижевска, посёлка Куэда Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Уфы чаще всего почтовыми отправлениями. Количество изъятий синтетических наркотических средств составило 60%. Героина – 21%, наркотиков – каннабистая группа – 19%. Необходимо отмечать, что сотрудниками нашего отдела производили большое количество изъятий психоактивных веществ, но не входящих в список наркотических средств, что является проблемой не только для нашего отдела и нашего города. Синтетические наркотики больше, глубже убивают в человеке всё человеческое. И вот эти вот спайсы, соли, курительные смеси – это губительные вещи. Это может быть даже намного опаснее, чем истинные классические, как мы говорим, наркотики. Они намного тяжелее и намного опаснее. В Нефтекамске разработана и действует программа по противодействию злоупотребления наркотиков. На сегодняшний день перед членами антинаркотической комиссии стоит задача – запустить новую программу, которая будет действовать в 2015-2020 годах. Помощь в её реализации могут оказать и жители Нефтекамска. В нами, антинаркотической комиссии, по городу размещены 15 ящиков для анонимного сбора информации о местах распространения наркотических средств. Поэтому хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы, если имеете какую-то информацию, если знаете об этом, о распространении или потреблении наркотиков, сообщать по телефонам доверия или в антинаркотическую комиссию. Как мы строго к этому отнесемся, так мы будем иметь город и будем иметь будущее нашего города. Поэтому я желаю всем вселенным комиссии, давайте в этом направлении. Все работаем, сообща надо работать друг друга в этом вопросе. Где что-то видели, всегда можно позвонить. И в крайнем случае можно набрать номер экстренного вызова полиции. Я думаю, когда слово «наркотики», никто равнодушен не останется. Так вот, в любом случае поднимутся, поедут и разберутся. Лилия Ахметова, информационная программа «Ежедневник» при содействии телеканала ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова